Остается несколько часов до нового 2023 года уже готовы подарки и за столом соберутся друзья и ваши близкие. Мы тоже не отстаем от добрых традиций и в нашей студии появятся друзья программы «Качество жизни». Здравствуйте! А мы приветствуем в нашей студии ученика и учителя Алексея Павлова, педагога, преподаватель детской музыкальной школы номер 2 имени Миржанова, артиста Оркестра народных инструментов «Россияне» и Павла Мордовина, его ученика. Здравствуйте! Здравствуйте! Алексей, чем запомнился вам уходящий 2022 год? 2022 год для меня был очень насыщенный в плане концертной деятельности, победы на конкурсах, каких-то достижений учеников, потому что многие ученики участвовали в конкурсах, занимали призовые места. Это и участие моего ученика Мордовина Павла в летней школе исполнительского мастерства, которую проводил Тамбовский музыкально-педагогический институт имени Сергея Васильевича Рахманинова, где нам посчастливилось заниматься с Юрием Васильевичем Шишкиным, известным исполнителем, заслуженным артистом Российской Федерации. Слушать его лекции, слушать, как он играет. Это было просто непередаваемое ощущение. 2022 год очень был яркий и хороший. Мне он понравился тем, что было у меня 14 конкурсов, на каких я активно участвовал и занимал первые места. Этим летом к нам приезжал Юрий Васильевич Шишкин. Я был активным участником летней школы мастер-класса. И также я научился у него многому. Мы также ездили в Ивановку. Это усадьба Рахманинова. Мы там дали несколько концертов. Мне очень понравилось. Я знаю, что в нашу студию вы пришли с музыкальным подарком, и сейчас он прозвучит для всех наших телезрителей. Владимир Кутнецов, Саратовский перебор. 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 КОНЕЦ 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 Андрей Базов, русский вальс. КОНЕЦ 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 Дорогие зрители, мы поздравляем вас с новым наступающим годом. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний, добра, веры, надежды и любви. С наступающим праздником! А я с удовольствием представляю следующего гостя нашей студии Наталью Севастьянову, преподавателя восточных танцев. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Наталья, какие новогодние традиции есть в вашей семье? Как вы его отмечаете? Это новогоднее время для артистов самое жаркое и горячее, поэтому множества традиций нет. Есть одна, это выбор ананаса для новогоднего стола. Он обязательно должен быть. Ну, конечно, елка, конечно, с детьми мероприятие, выбор подарков, то есть вся эта новогодняя суета приятная, но и, конечно, работа. Элементы восточных традиций вы как-то привносите на русскую елку? Единственное, я всех поздравляю на арабском, на египетском диалекте. Кули сана, уинта, тей бин. То есть я пожелала вам благополучия в новом году. На Востоке Новый год не самый главный праздник, поэтому его с удовольствием отмечают, наряжают елку, поздравляют друг друга, причем весь месяц и потом еще месяц поздравляют, но это не самый главный праздник. Но, тем не менее, праздник не главный, но Наталья нам подготовила замечательные подарки. Это восточные танцы. Смотрим и наслаждаемся. 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 А я передаю эстафету новогодних поздравлений артистам Тамбов-концерта. И сегодня в нашей студии Наталья Царева, художественный руководитель музыкально-литературного лектория, солистка Тамбов-концерта и Илья Журавлев, солистка Тамбов-концерта. Здравствуйте. Здравствуйте. Впереди новогодние праздники, Рождество. Какие концерты вы подготовили для своих зрителей, где их можно будет увидеть? Тамбов-концерт очень любит своих зрителей, своих слушателей. И мы с удовольствием приглашаем нашу публику на концерты, которые состоятся в учебном театре ТГУ имени Державина. 2 января, как только отшумят салюты, мы ждем наших зрителей на необыкновенный волшебный концерт, который вам подарит новогодние мелодии. Мы подумали вот о чем. Уходящий год писал для каждого из нас истории. Разные истории. Грустные, веселые, необыкновенные, может быть, загадочные, неожиданные, но очень часто нежные. И с последним боем курантов все нежные истории превратились в снежные. И в вихре снежинок закружились блестящим хороводом новогодними мелодиями. И вот эти мелодии вы услышите 2 января. Все солисты Тамбов-концерта расскажут каждой свою новогоднюю историю. Какая новогодняя история у вас, Илья? У меня про зимнюю любовь прежде всего. И несколько общих номеров, которые мы с солистами будем исполнять для нашей замечательной публики. Ну, это такие знаменитые песни, как «У леса на опушке» с ребятами у нас будет номер. И все в основном новогоднее, все, конечно, радостное, но будет немножко грустинка, конечно, должна быть, я считаю. Под Новый год принято подводить итоги и строить планы. Какие планы у вашего замечательного творческого коллектива? У нашего коллектива пока завершений планов нет. Потому что год календарный для нас не очень много значит. Потому что наш год начинается в сентябре. Это наш творческий год. Поэтому мы продолжаем то, что он начали в сентябре. Наши абонементные концерты в самом разгаре. Мы ждем, приглашаем вас на те концерты, которые еще остались. Тем более, что это будут, я думаю, очень интересные концерты. Один концерт посвящен юбилею Сергея Васильевича Рахманинова. И весной мы предлагаем необыкновенный для нас опыт. Опыт сотрудничества с городским духовым оркестром. Я знаю, что в нашу предновогоднюю студию вы пришли не с пустыми руками, а с подарком, который подготовили для наших зрителей. Конечно, именно та снежинка, которая прилетела с нашей сцены для вас, сейчас превратится в новогоднюю мелодию, которую исполнит для вас Илья Журавлев. Слишком холодно на дворе Зря любовь пришла в декабре У любви зимой короткий век Тихо падает на землю снег У любви зимой короткий век Тихо падает на землю снег Снег на улице, снег в лесах И в глазах твоих И в глазах твоих И в словах У любви зимой короткий век Тихо падает на землю снег Вот прощаешься ты со мной Слышу голос я У любви зимой У любви зимой У любви зимой Короткий век Тихо падает на землю снег 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 У любви зимой У любви зимой Короткий век Тихо падает на землю снег Тихо падает на землю снег Тихо падает на землю снег Наталья, концерт будет не только 2 января Я знаю, что концертная программа состоится и 5 января Что сможет увидеть, услышать наш тамбовский зритель, который придет обязательно в эти новогодние дни А 5 января Новогодний экспресс доставит нас с вами в Венскую оперетту И наши зрители увидят и услышат любимые, знаменитые дуэты, арии и сцены из оперетт Легара, Штрауса и Кальмана Наталья, Новый год это праздник с символами и традициями И какие-то у вас наверняка есть свои приметы, поверье на Новый год И обязательно традиции, которые вы также соблюдаете В концертах, да Непременно во всех новогодних концертах прозвучат любимые песни из тех кинофильмов, которые сопровождают всегда Новый год Это и Иван Васильевич меняет профессию, и конечно же, ирония судьбы или с легким паром И вот одна песня из этого кинофильма На Тихорецкую состав отправится Вагончик тронется, перрон останется Стена кирпичная, часы вокзальные Платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные Начнет выпытывать купе курящие Про мое прошлое и настоящее На врус три короба Пусть удивляются С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я С кем распрощалась я, вас не касается Откроет душу мне вопрос Вдох в деньняжечке Как тяжело на свете жить, бедняжечке Сойдет на станции и распрощается Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется Вагончик тронется, а он останется Одна в окошко я гляжу несущная И только корочка в руке арбузная Ну что с девчонкою такое станется Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется Вагончик тронется, феррон останется На тихорейскую состав отправиться Вагончик тронется, феррон останется Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Я хочу пожелать вам, чтобы этот год был для вас насыщен радостными, удивительными и волшебными событиями. Пусть все у вас получается. И когда мы встретимся с вами через год, чтобы вы могли сказать, этот год был самым лучшим в моей жизни. А я хочу представить нашего гостя, музыканта Алексея Блохина. И сегодня в нашей праздничной студии он с Волынкой. Алексей, Волынка – это народный европейский инструмент. В России пока еще редкость. Как вы им увлеклись? Ну, вы знаете, он один из многих моих инструментов, поэтому я не могу сказать, что Волынка – это что-то особенное. Любой этнический инструмент прекрасен. Но Волынка, конечно, интересна сама по себе. И первым мне попалась Волынка мастера Степанова. Это московского мастера, который пытался восстановить русскую Волынку, которая исчезла в IX веке, предположительно. А потом, ну, как-то пошло-поехало. Я поездил по фестивалям, там купил Волынку, здесь заказал. Вот и среди моей коллекции есть даже четыре Волынки. Чем вам запомнился творческий 2022 год? Ну, если идти от конца, у нас с женой был 4 декабря совсем недавно творческий вечер, где я много рассказывал о духовых инструментах. Она пела песни различные. Потом музыкально, наверное, мы пишем сейчас альбом с группой «Огнецвет». Это тоже как бы... Потом в Белоруссию я отослал Дудук, партию Дудука для сотрудничества с одной из белорусских команд. Ну, наверное, все. Он был не самый богатый на музыкальные события. Вы к нам в студию пришли с музыкальным подарком, и этот музыкальный подарок сейчас будет звучать для всех наших телезрителей. Хорошо. Я просто хотел еще сказать, что эта Волынка немецкая, дудальзак, она такая боевая и очень громкая. Волынка КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А время нашей программы незаметно подошло к концу, и мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые звучали сегодня в нашей студии. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин